Добрый день, в эфире «Акцент». И сегодня у нас в студии Михаил Чиросов, заведующий лабораторией Института биологии, член Совета РГО Тамара Михайлова, заместитель директора по УВР ЕГНГ, сотрудник кафедры естественно-научного образования Институт развития образования и повышения квалификации, член Совета РГО. И Анна Иванова, сотрудник управления образования города Якутска, начальник отдела воспитания и дополнительного образования. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Какие вопросы включены в диктант? Где можно написать диктант в Якутске? Якутяне какого возраста лучше всего отвечают на вопросы диктанта? Ответы на эти и другие вопросы в нашем выпуске «Акцент». 11 ноября пройдет очередной географический диктант. И давайте поговорим об этом. Как он проходил в предыдущие годы? Насколько активно принимают участие горожане и жители республики? У нас вообще, в принципе, эта инициатива общероссийская, федеральная, была инициирована Советом РГО в Москве и лично президент Российской Федерации инициировал и принимает участие. Поэтому в этом плане, как бы, ну вот, сразу акция стала массовой. У нас в республике она тоже также была поддержана, поддержана общественностью, особенно образовательной. И, конечно, мы, ну, неплохо участвуем. По массовости у нас одна из самых массовых площадок. Вообще, мы, значит, три года были в числе лидеров, первые, вторые. В прошлом году у нас обошел Башкортостан, но, в принципе, мы не гонимся за количеством. Качество у нас, это в связи с тем, что у нас большинство школьники, это наша политика, чтобы мы образовательную сферу, оно такое, где-то на серединке. И, в принципе, это такая общая федеральная акция, где самые маленькие школы у нас участвуют. Вот Андрюшкина, отдаленные, Походск, где-нибудь там в глубинке. Они все имеют возможности написать на бланке ответы, получить задания, их отсканировать, отправить по электронной почте или загрузить уже на сайт сейчас, как существует правило. И потом они могут зайти на сайт РГО, набрать свой индивидуальный номер и получить свой балл. Общая система стобальная, ну и человек смотрит, насколько он отвечал. Я могу сказать, что я никогда сам это стобалов не набирал. Это довольно сложно, но, с другой стороны, и меньше, чем 60 я не опускался. Ну и каждый из участников, он узнает очень много нового. Там были в истории диктантов и вопросы по Якутии. Это было очень интересно. Но география — это не просто знание, где какие проливы, какие там города. Это знание на логику. Именно пространственные связи, взаимодействие, как, что с чем связано. Нужно знать и культуру, и историю. Такая комплексная дисциплина, поэтому люди очень охотно участвуют у нас. Меньше, чем 15 тысяч жителей, школьников, учителей, всех желающих, ну еще не было. То есть у нас довольно массовая республика в этом плане участвует, и это все отмечают на уровне России. Давайте поподробнее поговорим о вопросах. Вот мы знаем, что в тотальном диктанте выбирается отрывок из классики русской литературы. Да, люди проверяют листью, корфографию. А вот в географическом диктанте что? Вообще-то это слово «диктант», оно как бы не в привычном понимании. Там что-то вот диктует, и люди должны писать очень грамотно. Это на самом деле вопросы, но они не тестовы, типа как вот поставьте галочку, выберите вариант ответа. Да, выберите вариант. Там в принципе что-то и такое есть, но по сути они очень разнообразные. Где-то нужно слово вписать, где-то порядок букв вписать. Можно привести пример вот одного вопроса? Например, просят расположить реки по расположению с востока на запад, начиная с какой-то точки, ну и какую-то точку. И нужно представлять карту, что, например, сначала идет Колома, потом идет Лена, потом Енисей, там Опи и так далее. А как можно готовиться к диктанту? Готовиться? То есть всю школьную программу повторить или как? В принципе она базируется на школьной программе и еще базируется на каких-то опыте человеческом, литературном, информационном, которые каждый житель нашей страны, это гражданин, он в принципе, наверное, должен знать и получать. На географическом диктанте 30 вопросов. Они разделены на три разных блока. Первый блок — это географические понятия, термина. Второй блок — это знание карты, географической карты. И третий блок, самый интересный, это ссылка на литературу, на художественную литературу, на историческую литературу. Поэтому он охватывает очень большой объем, конечно, учебной программы и общий кругозор человека. И обычно вот после, в день проведения экзамен географического диктанта, мы всегда обсуждаем, в группах обсуждаем, по интернету идет очень большое обсуждение. Так, и всех очень интересует вот именно последний блок, потому что люди не только в Якутии, а вообще по России говорят, что он заставляет нас читать художественную литературу, мемуары путешественников, следователей. И этот вопрос, в общем-то, вызывает самый большой интерес. А если по результатам посмотреть, да, лучше, конечно, выполняют вот первый блок, ну, считается по России, да, там географическое понятие термина. Это как раз вот именно то, что мы проходим по географии. А интерес вызывает вот третий вопрос. Вот вы сказали, что большая часть вопросов базируется на школьной программе. То есть школьники показывают лучшие результаты или все-таки это взрослое поколение? Этого сказать не можем, но по результатам, по аналитике считают, что лучше всего отвечают люди. Там же мы заполняем анкету, там по возрасту, да, так и люди вот советской школы, возрастные, да, они отвечают лучше, чем молодежь. Ну, такое есть мнение, такая есть статистика. Статистика, может быть, результаты, да? Ну, может быть, вот одна из задач как раз диктанта, интерес у молодого поколения повысить географию. И чтобы они уже понимали, что это такая общечеловеческая культура, которой нужно заниматься, соответственно. Поэтому я считаю и нормально, что такие результаты, мы старшее поколение не особо этим кичимся, но, в принципе, хотелось бы, чтобы молодежь географию больше учила и больше знала. Да, это очень важно, потому что мы сегодня, в общем-то, свою историю, свою географию должны хорошо знать. Ведь перед школами и перед учителями всегда стоит такая большая задача, но воспитание, вот патриотическое воспитание, ну, конечно, без знания истории, географии, та своей родины, своей Якутии, своей России, это просто невозможно, она такая необъятная, что надо учить. Жители города, наверное, принимают, ну, самое активное участие, да, и где в городе можно пройти географический диктант? Город, конечно, уже три года уже получается, принимает очень активное участие, если привести со статистики. В 2016 году у нас было 9900 участников, из них обучающихся 8070. В 2017 году у нас было 8000 участников, из них обучающихся 700, ой, 7200 участников. И надеемся, конечно, в этом году мы не снизим планку количества участников, но и горожанка у нас получается более 35 площадок зарегистрированных для проведения диктанта. И приглашаем, конечно, всех горожан в ближайшие школы, где они проживают, и вот по округам, тоже прикрепленные школы, могут прийти и участвовать в диктанте. То есть заранее регистрироваться ничего не нужно? Нет, не нужно. Потому что площадки именно уже заранее, получается, зарегистрировались, ну и в день диктанта, если 11 ноября в 12 часов подойдут в школу, то они могут принять участие, для них выдается бланки. Там ставится номер. Основные проводники вот этого географического диктанта, конечно, это учителя географии. Они принимают очень такое активное участие, и большинство, вот как мы видим по статистике, да, участников, это тоже школьники. Это побуждает очень большой интерес именно нашей науке. И сейчас по республике у нас зарегистрировано 375 пунктов проведения географического диктанта, это только школы. Так, 375 школ, вот они принимают участие. Ну, количество различное, есть маленькие школы, малокомплектные школы, вы знаете, так есть и большие школы. Это почти большинство центрально-городских школ, пригородных школ, они являются вот пунктами проведения географического диктанта. Поэтому мы призываем всех наших учителей, как и в прошлом году, вот начиная, ну вот на этой неделе, если не каникулы, да, ну, вести неделю географии в школах. Это встречи, это викторина, это КВН, это, ну, какие-то интересные мероприятия. У нас очень активно работает молодежный клуб, они тоже проводят по социальным сетям много интересных мероприятий. Поэтому мы надеемся, что наши школьники, наши учителя будут очень активно участвовать. Еще нужно добавить, что это все вопросы по географии России. То есть географический диктант, но он не общемировой, а именно только все вопросы по России. То есть это то, что мы говорили о патриотизме, о интересе именно к нашей стране, это вот его цель основная. А вот если посмотреть на статистику, на результаты, да, за эти три года, то знания людей, они повышаются. Наверное же, есть люди, которые из года в год участвуют постоянно. Вот есть больше, там было 50, а стало общий показатель, там 70 подошло. Я сказал бы, что, во-первых, немножко количество вопросов разное было, да, по годам. Но еще зависит от подхода составителей. Например, вот известно, что в прошлом году уже мы знаем, что вопросы были посложнее, а в первые годы были попроще. Поэтому, соответственно, как-то сильно сравнивать не стоит. Но, наверное, надо опираться на то, что у какого региона России какая выборка. У нас, например, вот явно приоритетных школьников, упор делается, поэтому знания у них похожи, чем у старшего поколения, да. Ну, поэтому и показатели чуть пониже. Но это не страшно, потому что, по сути, это не гонка между регионами, кто лучше, кто умнее, это, по сути, образовательная акция. Она так и называется, международная образовательная акция, для того, чтобы повысить качество, интерес географии по предмету и вообще к области знания. Поэтому, соответственно, как-то оценивать, и не хочется какую-то динамику там проводить, говорить, что мы плохо работаем или хуже работаем. Для нас важно, чтобы держалась определенная выборка, определенный объем, и чтобы все жители имели возможность прикоснуться к нему. Чтобы, например, Путин, Шойгу, Фетисов, все известные российские политики, личности, они все одновременно приходят, значит, 12 часов по местному времени и пишут один и тот же, например, по щеваря. Правда, он делится. Для Дальнего Востока один вариант, для европейской территории. Это свой вариант, но примерно одни и те же подходы. Там четыре варианта, и нам очень приятно, что по нашему блоку, по Дальневосточному, там отдельный вариант, и там обязательно есть вопрос именно касаемо нашего региона, правильно? Да, или Дальневосточный, или даже Якутию конкретно. Очень интересно. Ну и наиболее легкими, считается, что справились с понятиями, с географическими понятиями, так хуже выполнили работу по определению масштаба. Это в прошлом году, это считается, да. И в прошлом году были задания по заповедникам России. Здесь слабее, ну, в общем-то, вот здесь как-то непонятно. Мы показали, ну, более, ну, россияне мы показали более слабые знания вот по заповедникам. А по завершению уже диктанта, через какое время можно будет узнать свой результат? Так, если память изменяет, где-то это середина декабря. То есть это уже на сайте, по своему номеру? Да, на сайте. Там именно никто не пишет свою фамилию, это инкогнито, и получается, что человек заходит, пишет свой номер и получает свои данные. Никто не обсуждает, что он знает хуже. Вот то, что сейчас озвучено, кто-то какие-то лучшие вопросы, это в целом общее, как бы, в общем, в целом, не персональное по каждому. Там оценок детям за это не ставят, поэтому как-то это как праздник происходит. В некоторых школах, я знаю, там очень празднично все проходит, организованно. И мы очень-очень рады, что диктант вызвал такой интерес. Между прочим, по некому подобию географов дальше стали проводиться уже другие диктанты. Вот недавно прошел географический, юридический, так далее. Это вот уже, видимо, мода пошла, но мы рады, что мы первые в этом плане. И у нас самая организованность, мне кажется, масса большая. Ну что, спасибо большое, что сегодня уделили время, пришли к нам в студию, рассказали. Надеемся, что 11 ноября очень много якутян посетят места, где пройдет географический диктант и смогут проверить свои знания. Спасибо. Спасибо. Это была передача «Акцент». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.